друзья всем привет с вами натали и сегодня видео будет посвященную красу вам будем пересаживать точнее переваливать 3 красоте которые укоренились полтора месяца назад именно укоренились они поставлены на укоренение укоренялись они в кокосе с раздрыхлителем это очень хороший вариант моих условиях он прекрасно сработал также укоренять череночки можно и в песке и в готовом грунте у нас даже укореняет и в глине но глину если честно я боюсь и стараюсь с ней не связываться ну вот первый раз я пробовала укоренять в кокосе с разрыхлителями и этот вариант мне понравился ну я все еще экспериментирую использую разные варианты и смотрю какой мне подходит больше в тех или иных условиях переваливать мы будем замечательную return of beauty вы только посмотрите на эту красотку какой рисунок на ее листах а какая форма это волнистая форма и шикарный мраморный рисунок и отличает ее от других красу есть красола с похожим окрасом называется салана но в отличие от этой красолки у нее листья не волнистые и остроконечные так скорее всего обликва а у этой красолы листья овальные на конце как вы видите и они и они закручиваются мне очень нравится этот сорт с момента укоренения за эти полтора месяца она дала уже одно междоузли вот эти самые верхние маленькие листочки она выпустила уже сидя в этом стаканчике следующий претендент на перевалку это красола альба белые ночи вот такая потрясающая красотка говорят что этот сорт склонен давать чистые белые варигатные листья но у меня пока что этого не случилось но понятное дело череночек у меня совсем недавно и посмотрим как он будет расти в моем субстрате и будет ли давать белые листочки но в любом случае каждый листочек красив и по-своему уникален я обожаю варигатные растения за счет их варигатности и неповторимости их листиков ну и третий кандидат на перевалку это красола хоббит пожалуй это самый сильный черенок из всех четверых которые я укореняла особенностью этого сорта является вот такие необычные перепонки на листиках но старее всего такие листики появляются в бедном грунте с малым количеством удобрения и как мне кажется именно то что я давала удобрение этим череночкам спровоцировала рост плоских листиков как у sunset моя версия может быть ошибочным но тем не менее я буду пересаживать череночки в менее питательный грунт и буду именно этот сорт я буду удобрять меньше всего посмотрим верна ли моя версия у меня встала дилемма в какие горшочки посадить перри перевали черенки у меня на данный момент только два варианта квадратный горшочек диаметром 6 сантиметров и 8 и круглый горшок диаметром 9 сантиметров старее всего я выберу этот несмотря на на его черный цвет который не совсем подходит в моих очень жарких условиях и прямом дневном солнце но все-таки я рискну буду притенять прикрывать дошок от перенагрева и надеюсь один два месяца мы переживем спокойно потом уже будет снижение температуры и уже растить растение будет более комфортно я люблю пересаживать растения в доршочки на вырост так как они в таких доршочках набирают мощь но есть одно но этим летом я посадила маленький черенок красолки из такого же стаканчика сразу в девятку результат мне в принципе понравился есть только один минус растение за эти полтора месяца растение очень хорошо возмужало но очень медленно дает рост новым листиком и еще один момент сейчас лето жара у нас жара поднимается до 40 где-то месяц назад было и 45 градусов и сложно поливать потому что если вы посмотрите разница конечно очень большая во первых доршочку нужно хоть как-то освоить этот объем как видите это очень большая разница и плюс это полив жаркую погоду очень сложно поливать красолы в жаркую погоду если здесь очень много свободного грунта я с этим с принцип я с этим справляюсь но мне хочется видеть рост своих растюшек и поэтому я выбираю доршочек поменьше чтобы растение быстрее его освоила и пошло в рост поскольку доршочек намного выше вот наверное на одну треть да наверно на одну треть я засыплю его дренажом качестве дренажа я не буду использовать керамзит так как он мне не подходит для зимних условий красола у меня растут на балконе зимой температура ночью опускается иногда до плюс пяти а терамзит имеет очень холодоустойчивый материал и я не хочу чтобы влага и холодный керамзит были в корнях моих красолок именно поэтому использовать я буду пеностекло или пемза как ее называют она довольно таки нейтральная она не берет на себя холод и влагу как керамзит и вполне подходит для данной роли грунт у меня универсальный местный универсальный грунт на основе торфа там есть биогумус есть древесный уголь я добавила песка и мелкого циолита и сейчас мы будем переваливать череночки новую и пересаживать я буду укорененные черенки в универсальном грунте на основе торфа туда был добавлен биогумус был чуть-чуть вермикулит это все было уже в готовом грунте в качестве разрыхлителя я добавила сюда мелкий гравий песок вермикулит ой перлит и также я добавила опять-таки немножечко пемза и древесный уголь в качестве антисептика ну все приступим доршочки я уже насыпала на одну треть дренажа и теперь буду пересаживать их да старе всего как раз таки вот эту return of beauty я пересажу обратно в стаканчик потому что как видите корневая здесь совсем небольшая убираем но хороший дом и по-любому нужен для роста теперь идет подбит вот в отличие от ретернов бьюти у хоббита решетиков побольше их даже видно здесь я не буду сильно тревожить хом хотя кокос очень сильно спрессовался поэтому чуть-чуть я его опрошу и посажу горшочек да здесь он вполне может расти дальше приготовила я культурную ложечку чтобы засыпать грунт но по привычке как мне нравится я засыпаю руками мне нравится чувствовать грунт поэтому перчатки я не одеваю и даже иногда да при пересадке в мелкий душочек я пользуюсь руками еще страшно руки можно помыть вот так получилось я довольна и альбочка тоже кокос очень сильно прессовался немножечко освободим дренаж 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 на одну треть где-то альбочка и а и 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 Поливать красулы я сейчас не буду, они в хорошем тургере, у них крепенькие лисики, значит полив им не нужен. В любое время года я поливаю красулы только тогда, когда их лисики становятся мягкими. Именно для меня это является индикатором. Случается это по-разному. У кого-то получается через 7, у кого-то может и через 10. Раз на раз не приходится, все зависит от дневных и ночных температур, зависит лично от растения, от его корневой системы, от количества свободного грунта в емкости. Поэтому красул у меня всего лишь 11 на данный момент и у меня есть время и возможность их проверять. В любом случае, даже если я полью какую-то красулу с запозданием, это абсолютно не проблема, потому что красула это суккулент. Куда опаснее ее перелить или полить несколько раз, когда листочка у нее в тургере. Это черевато с заливом и, возможно, гибелью растения. Конечно, можем попытаться спасти, но тем не менее я рисковать не люблю. Мне проще 1-2 дня после потери тургера еще их не поливать, чем полить за компанию, когда у растения еще крепенькие листики. Ну вот, вот так прошла наша перевалка. Я думаю, растениям должен понравиться мой грунт. И, возможно, недельки через 2-3 они активно пойдут в рост. Я предполагаю, что вот эти две красулы останутся в горшочке, старее всего, до Нового года. И потом я смогу их пересадить в емкость побольше. Красулы растут у меня на балконе круглый год. Единственное, им некомфортная температура. Это, пожалуй, наверное, в августе месяце или в конце июля, когда наши температуры зашкаливают за 45 градусов. Такое случается, тогда да. Но я притеняю горшки, я их прикрываю прямо с солнечных лучей. Они у меня в обед. И красулы чувствуют себя вполне нормально. Ну вот, наша пересадка закончена. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их. Я с удовольствием отвечу. Ну все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok